Доброе утро! Давайте посмотрим, кому что принесла счастливая звезда Спика, какие наши желания она исполнит, кому она что принесла за эти дни, кому деньги, кому исполнение желания, кому может недвижимость, кому поездку, кому брак, кому подарки и красивые вещи, кому работу. Давайте посмотрим, что она принесла. Энергии у неё очень-очень длинные или просто исполнит Ваше желание. Но что она что-то принесла, это 100%. Так что давайте смотреть. Отвлечёмся от плохого и посмотрим на хорошее. Камера не зеркалит, это готическая Таро Анны Стокис. Причём готическая – это те желания, которые и мечты мы планировали давно. В основном, очевидно, она реализует. Готика была давно. И на этих картах тоже подсказка, что это те желания, которые давно мы загадывали или хотели, или мечтали. Куда-то съездить, что-то купить, что-то приобрести. И если оно не исполнилось сейчас, значит пройдёт какой-то момент. Обязательно исполнит. Загадывайте, а я открываю карту. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Первый вариант. У нас колесница перевёрнута и семёрка жезлов с драконами. Это всё в драконах. Первое – это она вам поможет увидеть, почему у вас чего-то не получалось. Это первое. Карта высших сил с драконом это подтверждает. Почему у вас чего-то не получалось? Что вы делали не так или кто причина в этом? И так как это была спика, это препятствие она устранит. Повернётся. Несмотря на то, что вы шли какой-то не той дорогой, потому что колесница перевёрнута, вы двигались в неверном направлении, вот оно вам откроет глаза, и вам ещё придут деньги. Тут девятка, у меня и семёрка Пентакли. Первому варианту всё равно придут. Даже несмотря на ваше. Вы должны увидеть, и вы поймёте, что вы в конце концов делали не так или делаете. Почему у вас? Вы не могли добиться успеха. Вот тогда вам выпадет прямая фортуна. Вы увидите, что у вас не так. почему это происходит. То есть это знание прежде всего вам открыло. Деньги вам придут тоже. Но за ваши какие-то усилия, и говорит, что очень много у вас переживаний, но это для спики и характерно, и что в переживаниях вы можете сделать то, о чём вы очень пожалеете. То есть советуют сразу не отвечать, не говорить. Слишком много эмоций. Слишком много эмоций, слишком много переживаний. И где-то это мешает успеху. Вот тут такое, я бы сказала, она отводит с неверного пути. Да, из перевёрнутой колесницы получается император прямой. То есть выбраться из-под падающего поезда тут, избежать аварии. Может быть, это общий какой-то катастрофы, наводнение, или что-то... Ну, в общем-то, катастрофа-то может быть любая, железнодорожная, и авто, и авиа. Вот тут защита от какой-то, ну, катастрофы, помимо того, что вам откроют глаза, это вы избежите какой-то катастрофы, крушения. Вот тут прямую, там, перевёрнутая колесница, причём это дракон, понятно, упасть с падающего дракона, ой, летящего дракона, у человека никаких шансов выжить нету. Поэтому вы на эту колесницу или не попадёте, или вовремя сойдёте. То есть, ваша машина не доедет до места аварии, она может сломаться, или просто встать. Вы можете опоздать в какую-то дорогу, не прийти, в общем, вы не встретитесь вот с этим крушением. У вас открытые глаза на то, что вам мешало. Ещё тут семёрка жезлов, вы должны увидеть, что он принесёт деловой успех. И второе, избежать падения с колесницей, с какой-то аварией, какой-то трагедией. Может, это очень сильный приступ, который не случится, или случится, у вас будет там врач рядом, или лекарство под рукой, и тоже ничего не случится. Но это вот не успеть к месту катастрофы, которая была бы даже фатальной. она вас обойдёт. Это её подарок. Вот такое сохранение жизни. Я думаю, это прекрасный подарок. Вы не попадёте под падающую колесницу и под падающую башню. То есть вы выберетесь. Ещё вам предупреждают, что вам кто-то сплёл очень-очень хитрые сети. и очень коварные. Вот спика даёт возможность это разорвать. Бабочкой улететь от этих неприятностей. Просто взлететь. Не запутавшись в хитрой паутине. Или выкарабкаться, если она уже сплетена, и вы в неё попались. Это может быть от прямой паутины долгов, череды неприятностей до какой-то слов, которые вам ещё готовят. Сейчас дошли до того, что переполнен интернет рассказами, люди делятся, женятся ради квартиры, уговаривают её продать, купить другую, после её делят. Вот что-то типа, это может быть такая личная ловушка тоже. Вот что вы в неё не должны попасться. Вот такой у нас первый вариант. Это Локи ответил, и не забудьте его поблагодарить, чтобы он и дальше помогал. Мы прощаемся, переходим ко второму варианту. отшельник перевёрнутый драконом, но это очень умный. отшельник и солнца. Это звался бог солнца фрейр. Бог скандинавов северный бог и белин бог кельтов. Тоже бог солнца и света. Они сказали, что вам прямой идёт подарок, очень большой по единорогу. И что у вас жизнь такая очень интересная поделена, это делать ничего нельзя. Часть затворничества, а часть оглушительный успех. И перед этим успехом у вас всегда идёт период затворничества. давно и соответственно наоборот. Такой цикл в вашей жизни, поменять его никто не в силах. И что ещё? Вы должны очень чётко видеть всё и представлять, и понимать, и на это тратить, как отшельник, очень много времени. тут очень хороший успех вообще в искусстве, по солнцу, в науке, то, что приносит яркость и успех. Кто ищет славы, он её обретёт за свои знания. Так как тут отшельник, это не будет успех на сцене. Это успех в знаниях вашего профессионализма, который действительно очень глубокий. Это новые друзья после периода отшельничества и такого затворничества. Это новые горизонты, новые перемены. И даже тут температурный перепад, потому что отшельник, он мёрзнет, а солнце ему жарко. То есть это могут или поездки быть, или часть жизни ваша пройдёт в холодной стране, часть в жаркой, или вы будете часто ездить туда, где солнечно и тепло. Такая и поделена жизнь. Даже. И то у вас нет друзей, то у вас их будет много по солнцу. Но вам идёт подарок. Они сказали подарок за знание. Кому-то ребёнок, кому-то дорогой подарок и ещё кому-то успех в творчестве, признании, слава. Сейчас посмотрим, что к солнцу выпадет. тройка пентаклей. Да, это за знания. Это всё-таки за какие-то ваши знания и какие-то ваши способности. Повешенный. А в чём он повешенный? Десятка кубков. У вас очень долго не могло сбыться какое-то желание. Ужасно долго по повешенному. И десятка кубков солнца. Это говорит, что то, чего не могло очень долго сбыться, у вас не получалось у вас исполниться. Вот невозможно. У вас это сработало на невозможное желание, а оплачивали вы своими знаниями, может, где-то одиночество или очень упорной работой. Но тут просто работать бесполезно. не получите награду, вам нужно было учиться. К вам придёт исполнение невозможного желания, что они сказали. То, чего не могло сбыться, ну, вообще никак и ничем. Через повешенного солнца и десятка кубков завершится. ваш повешенный это тормоз в делах, это несущность, это тормоз. Ваш повешенный готов уйти, наступить вместо десятки кубков. что вы несколько лет мечтали, очень ждали, очень хотели, очень верили, чёрный конь единорук у вас провезёт. ещё вам придёт в ближайшее время подарок от них. А какой? Ну, это, естественно, подарок, они не раскрываются. Ну, говорят, что ближе к материальному или кто очень хочет любви тому знакомству. Вот такой у нас второй вариант. Мы прощаемся, переходим к третьим. Не забудьте их поблагодарить. у нас третий вариант. Мужчина, к вам идёт ваша дама кубков. Женщина, вам идёт вот тут сила от женщины с драконом. И тут подсказка, что это пара. А женщинам какое-то необычное знакомство. Мужчинам просто впрямую. Прекрасная дама кубков, рядом солнце и женщина очень солнечная, такая радостная. Может быть, лев. просто по знаку или овен с сильным солнцем. И яркая, прекрасная. Девушка вам говорит, что в вашей жизни яркая, радостная полоса приходит, к вам приходит радостная полоса и подсказывает, что вы очень что-то пытались сделать против силы, как это, плыть не по течению. не то, что против села, очень плыли не по течению, но вот это проходит. Вам выпала императрица. Третий вариант. Это однозначно деньги и семейное счастье. Императрица с императором. Послушайте, это брак. Вам брак, вы полтретий вариант. Это брак в достатке, это свадьба. Императрица с императором. И еще тут дракончик, может быть и ребенок сразу. Если вам это, ну, у вас брак прекрасный, и вас совершенно не волнует, что у вас там племянник, племянница, женится вам в недвижимости. Ну, ну и все разные стремления у нас разные, возраст разный и желания естественно разные. Но кто хочет ребенка, тут очень хороший момент. Очень пашкубков, нулевой аркан, и тут маленький дракончик такой. Императрица дракончика держит. Сила с драконом. Тут везде парочка. Ну, мужчинам тут скорее обычный брак, такой нормальный с детьми, кто хочет. Хорошие стойки, то, чего хотели. В чем это брак такой, где люди, это император с императрицей, где люди, ну, реально женятся, потому что любят друг друга и хотят быть вместе, хотя, знаете, вот, они стоят отвернувшись друг от друга у меня выпало, это вы были незнакомы, или вы были незнакомы, или вы были ссори, ваши отношения наладятся. Еще это часто, ну, как скажем, с разных районов, разных кланов, представители таких разных цивилизаций, можно сказать, разных культур, может быть, разного слоя, разного образования, но ваш партнер вот тут не похож на вас. У кого новый, кто живет уже вместе, все это примирение и рождение ребенка. Для тех других, которые, я сказала, это ничего не говорит, это недвижимость. Это просто император с императрицей, это недвижимость, и тоже десятка кубков, да, это или свадьба, или недвижимость, тут вариантов нету, никаких. может быть, ремонт кому-то дорогостоящий, но в цену такой недвижимости. То, что было разрушено, тут восстановится, и восстановится очень хорошо. Это Аонгус, кельтский бог счастливой любви. то, что вы похоронили, вот тут, в общем-то, и сказали, это безнадежно, это дело повешено, и смерть повешена, и оплакали уже, вот это вам придет. при счастливой звезде, что вы похоронили, оплакали, сказали, этого никогда не будет, ничего не получится, это невозможно, вот исполнится такого рода желание, что вы похоронили, но тут в двух сферах, или недвижимость, или еще есть вариант, это бизнес, для людей бизнеса, и хороший бизнес, или большое наследство, на которое вы все это как бы купите дом и обоснуете семью. Вот такой третий вариант, не забудьте его поблагодарить, мы прощаемся, переходим к четвертому варианту. у нас четвертый вариант кубки, кубки перевернутые, то есть это недостаток изначально жизненных сил, недостаток радости, девятка и пятерка, и еще рядом сила и перевернутые дамы кубков, у вас вообще нехватка сил, это Дагда верховный бог кельтов, у вас сейчас опустошение, но ничего трагичного оно не несет, это опустошение эмоций и кажется все безнадежно, вот это звезда, она вернет вам ваши радости, вкус жизни, 18 аркан, у вас спика зажглась, вы плачете, а у вас зажглась, вам четвертый вариант, у вас зажглась счастливая звезда, тройка кубков, прямая, вместо перевернутой и король мечей, женщина, которая боится за своего мужчину, что с ним что-то случится, с ним все будет хорошо, если вы мужчина, то у вас как бы вас хранят. Кто боится за жизнь любимой женщины, любимого мужчины, питомца, то сама смерть сейчас вам помогает отойти, чтобы избежать этой участи. Неважно, вы за себя боитесь или за него, за нее. Тут не имеет значения. Тут сама смерть вас защищает и продлевает вам песочные часы отмеренное время. вам продлили время жизни или близкому, или вам. Что для вас более важно? Если у вас близкий болен или ему грозит какая-то опасность, это для него. Если вы естественно больны и вам грозит опасность, у вас она зажглась, но зажглась она не в желаниях и не в подарке, а в самом важном, он сказал, потому что без жизни нету ничего. Вам зажгли ваши подопустевшие кубки, вам зажгли. Да, это вот он сейчас говорит, его иерофант перевернутый. А перевернутый он сказал, потому что еще это только началось. И десятка кубков перевернутый. Он говорит, ваши кубки повернутся и наполниться по вашей счастливой звезде. Вам зажглась прямую звезда. Семнадцатый аркан выпал прямой и выпадает паш кубков продлением жизни любимому человеку. Императрица перевернутая. Да, со смертью. Это ваш близкий избежит смерти или тяжелой болезни. если вы одинокий, это лично вас касается. Или вам, ну, у вас нету никого такого, чтобы вы это хотели, это и вам это нужнее сейчас. Это каждое, что в глубине вашего сердца исполнится, то, что вы хотите, ни на словах, ни для кого-то, и не показываете кому-то, а вот что в глубине вашего сердца исполнится именно это. И принесет вам велики этим радости и счастья, потому что главное для человека его жизнь, и жизнь, так как звезда счастливая зажглась, это полоса жизни счастливая. Главное человеку в жизни счастье. Сказалось, пика горит где-то 4 года после гаснет. Но за это время она успеет это сделать. Поэтому может вам не прийти там ни подарок, ни то, что вы мечтали, но вы получили вот такой подарок. Даже я сложила карты 17 аркан лежит прямым. Да. С десятком кубков. и рафант. Как это он вас благословляет. Что они делают очень-очень редко. Он благословляет под свой праздник и говорит, что ваша самая заветная мечта или самому выбраться или близкому она исполнится. Обязательно. Ваши кубки повернутся, они наполнятся. Вот это его такой подарок и не забудьте поблагодарить. Практики принесите ему обязательно что-то в дар. Или золотые листья он любит букет. Или желуди. Еще лучше заварить как это желуди в кипятке. Если нету заварите хороший кофе. Поставьте. Шоколад поставьте. Если нету желуди. Если у вас есть желуди, принесите желуди. Дерево дуб с веткой дуба. Каштаны принесите. Он любит золотую осень. Поблагодарите его. Ну а вот на этом мы попрощаемся. Продолжение следует...